я горячо приветствую всех автомобильных энтузиастов в особенности моздоводов это будет короткий эпизодик без каких-то серьезных подробностей традиционные уже который посвящен просто-напросто весеннему оживлению техники после зимней спячки автомобили постояли около полугода аккумуляторы заряжены принесены ну не в жертву конечно же а для того чтобы быть установленными и подключенными я распечатал на 3d принтере вот такие вот классные колпачки которые позволяют защитить клеммы от повреждения ну и сохранять там смазку если она нанесена ну и классно видеть полярность всегда ну это разумеется если уж совсем как-то упоришься так скажем то чтоб не перепутать ладно это все лирика и пустые разговоры сейчас буду аккумуляторы ставить сначала в rx8 потом в мпс q и попробуем совершить первый запуск после напомню шестимесячного простоя поехали уровень масла проверен немножечко долил аккумулятор установлен теперь можно пробовать приготовим ключи на старт всегда волнительно конечно после долгой стоянки пускать автомобиль еще особенно специфический но давайте пробовать раза три качнем топлива насос работает давайте пытаться прекрасно гирлянда вот эта классическая вылезла это нормально для того чтобы это исчезло необходимо полностью выкрутить руль в одну сторону затем в другую и при последующем запуске значок системы стабилизации погаснет вот dsc уже перестала моргать это калибровка у нас усилителя потому что он у нас здесь электронный rx8 молодец запустил из пол пинка без всяких особых подготовительных процедур все благодаря нашему довольно таки небольшому пробегу сейчас дело за настройкой часов и будем переходить к нашей мпс мы переходим ко второй части марлезонского балета теперь нужно установить аккумулятор в мпс к это дико неудобно аккумулятор тут больше тяжелее потому что это официальная европейская российская версия и аккумулятор здесь большие не 45 амперные как на американках 80 вот потому что мол ну русская зима все такое вот он тут на каком-то отступе открыла он тяжелый и плюс еще вот эти все здесь клеммы мешаются короче особенно в одиночку ставить его просто дико неудобно но куда деваться помощников у меня сегодня нет поэтому придется справляться самому ну мы с вами в очередном маздовском салоне здесь уже запуск у нас с кнопки современные технологии можно сказать давайте мы с вами сделаем все как положено сразу же у нас включен климат мы его выключаем не знаю зачем это по умолчанию необходимо тоже разика 3 качнем топлива которого у нас с прошлого сезона осталось пол бака выжимаем сцепление это необходимые условия и старт это всегда немного громко потому что на мпс все-таки не стоковый выхлоп да и вообще кое-чего не стокового имеется но тем не менее как говорится никаких проблем с радостью техника оживает я надеюсь ее будет ждать хороший насыщенный приятными событиями сезон ну что господа на этом пробуждение и зимней спячки закончилась не забывайте прежде чем отправляться куда-то в дальнюю поездку на своих перезимовавших машинах проверить все системы совершите какой-нибудь небольшой тестовый круг чтобы убедиться что ваши тормоза работают исправно система охлаждения работает без сбоев ну и конечно же перед тем как вообще тронуться в путь убедитесь в нормальности давления ваших колесах обязательно загляните под автомобиль прежде чем трогаться если вдруг там обнаружится какие-то подтеки жидкостей тормозной или каких-то масел трансмиссионных или моторных обязательно разберитесь и устраните с этой проблемой прежде чем будете давать автомобилю какую-либо нагрузку ну и повреждений защитите их зачистите подкрасьте подмажьте обязательно чтобы за сезон если вдруг попадете под дождь не возникло никаких глубоко врастающих корнями проблем которые могут впоследствии дайте себе знать в общем вы люди не глупые сами во всем разберетесь но ни в коем случае не пренебрегайте элементарными мерами безопасности потому что на дороге вы не одни если вам наплевать на чужие жизни то хотя бы не забивайте на свою обязательно убедитесь в отсутствии течей и в полной надежности систем и уже после этого спокойно покидайте створ своих паркингов гаражных кооперативов и проводите сезон в полном удовольствии и с гармонией желаю вам удачи надеюсь и вы мне посылаете те же самые флюиды добра позитива и хорошего теплого времени года на этом я с вами прощаюсь по традиции желаю успехов в повседневных делах с вами был сергей короткая запись дневникам издавода еще увидимся на дорогах на мероприятиях всем пока субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...